Приветствую друзья! После того, что вчера произошло в Украине и руководство западных стран и офис президента Зеленского находится в шоке, потому что настолько быстро российская армия получила контроль над городом Лисичанск, что этого даже не ожидали ни у Зеленского, ни на западе. Российский корреспондент уже публикует массу видео с центральных районов Лисичанск и эта уже информация подтверждена, причем как и от местных жителей, так и от других источников и тем не менее в Украине еще все-таки идет процесс отрицания реальности и вот спикер Нацгвардии заявил, что оказывается еще Лисичанск находится под контролем вооруженных сил Украины. Спикер президента Арестович также заявил о том, что Лисичанск якобы еще находится под контролем и якобы он еще даже не в окружении, хотя по факту реальность совершенно другая и, например, вот ставленник Зеленского по Луганской области Гайдай заявляет абсолютно диаметрально противоположные вещи. Российские войска бросили на Лисичанск, наверное, все силы, атаковали город с непонятно жестокой тактикой. В это же время канадские журналисты также заявляют, что россияне уже полностью контролируют центр Лисичанск и, конечно, теперь уже с города Лисичанск никаким образом вооруженным силам не выйти, потому что котел еще вчера захлопнулся. Ну а вот Зеленский вообще решил не комментировать того, что происходит сейчас в Лисичанске, как там взяли в котел украинскую группировку войск и как там, как карточный домик, сложилась украинская оборона в этом городе. На этом фоне Зеленский заявил о том, что украинская армия берет под контроль все новые и новые города, только вот, знаете, не уточнил, какие именно. Но пока Зеленский рассказывает про победы и получение контроля над какими-то городами, то вот солдаты вооруженных сил Украины, которым посчастливилось все-таки выйти в город Северск, рассказывают, что им пришлось бежать по полям, кидая бронежилеты, боеприпасы, каски и так далее. Украинские бойцы рассказывали, каким приходилось прямо на пузе выползать из-под различных обстрелов, прятаться в всяких лесополосах и только благодаря Богу им все-таки удалось оттуда выйти. Видео о том, как вооруженные силы Украины бежали с города Лисичанск под обстрелами у меня выложено на телеграм-канале, потому что здесь я не могу его публиковать. Ссылка на мой телеграм-канал в описании первым комментарием под видео. Переходите, подписывайтесь. Также стоит отметить, что уже на Донбассе сейчас у российской армии в руках очень большое количество различных экземпляров военной техники из-за границы. И можно сказать, что сейчас на территории Украины представлена военная техника с всего так называемого западного мира. И в Украине со стороны вооруженных сил Украины можно встретить как австралийскую военную технику, как японскую, канадскую, американскую, европейскую и так далее. Я думаю, что с такими темпами скоро на Красной площади можно даже сделать здоровенную будет выставку Владимиру Путину, чтобы показать, сколько вооружений западные страны передают вооруженным силам Украины и с кем реально идет противостояние. Ведь согласитесь, такого изобилия различной западной военной техники, как в Украине и как сейчас в руках вооруженных сил Российской Федерации, можно увидеть разве что где-то, знаете, на международных выставках вооружений. А тут по факту, если российская армия просто пособирает всю перебитую технику западных образцов, то получится неплохая экспозиция. Ну а тем временем западные журналисты начинают делать душесчипательные репортажи. Вот, например, Нью-Йорк Таймс озаботилась тем, что оказывается терроборону западной области отправили на Донбасс и она, оказывается, была без подготовки и понесла потери. Журналист Нью-Йорк Таймс пишет, серьезные потери в живой силе в Донбассе вынудили украинскую армию получать подкрепление с западной Украины. И на первый взгляд просто анализ ситуации, но если посмотреть чуточку глубже, то тогда мы, конечно, упремся в интересную логику. Оказывается, жители восточной Украины в первую очередь набирали ВСУ, а когда уже стали заканчиваться жители восточной Украины в вооруженных силах, тогда уже только вот привлекать начали персонажей с западной Украины. Такая же история подтверждается через так называемую мобилизацию, потому что в армию почему-то у военкомов стоит приказ именно в первую очередь брать русскоязычных с восточной или центральной Украины. И эти все параметры четко выполняются и отрабатываются, а жители западной Украины просто берут самую последнюю очередь. Дальше журналист New York Times пишет, многие бойцы, не имевшие ранее военного опыта, просто не готовы к такой эскалации боевых действий и обучения, которые они получают, ограничены иногда две недели или меньше. Получается, жители восточной Украины и центральной Украины, они готовы к вот такой эскалации боевых действий, а вот жители западных областей почему-то опять не готовы. Но тем временем западные средства массовой информации попали в очередной скандал, потому что там они написали, что на стороне Российской Федерации воюют также и украинцы, и их очень много, практически каждый третий. Потому что со стороны России сейчас воюют, конечно, жители Луганской, Донецкой, Херсонской, Запорожской области, Крыма, и это все украинцы, у которых есть украинский паспорт. И МИД украинский выразился касательно того, что ни в коем случае нельзя называть этих украинцев украинцами, потому что это все с точки зрения украинского МИДа, это все Россия. Министерство иностранных дел Украины предостерегло западные СМИ от повторения мессенджа российской пропаганды. В частности, будто на Донбассе украинские военные ведут бои с украинскими сепаратистами, с республик Ордло, а не с российской армией. Первый в истории случай, когда МИД Украины официально отказывается от граждан Украины, которые сейчас воюют на стороне Российской Федерации, и они тоже считают, что они воюют за свою землю. Потому что эти все украинцы, так же как и я, они категорически против различных западных структур на нашей земле. Они категорически против, знаете, войны на нашей территории за сохранение мирового господства в главе с США. Это не наша война, и это факты. И про всех этих людей вот МИД Украины уже конкретно обозначил позицию. Это все для МИДа Украины, просто уже не украинцы оказывается. И тут, я думаю, заявление украинского МИДа нужно подкреплять делами, чтобы агония все-таки режима усилилась. И здесь нужно быть последовательными. Я думаю, что у Зеленского нужно обязательно принять какой-то законопроект. И все, кто не нравится Зеленскому или украинскому МИДу, срочно массово лишать украинского гражданства. И тут не нужно быть слишком каким-то гениальным аналитиком, чтобы понять причины раскола украинского общества. Потому что украинское общество в своем большинстве, конечно, выступает, в отличие от Зеленского, за традиционные семейные ценности. Большинство общества украинского выступает за сохранение украинской земли в госсобственности. Потому что земля не товар, ее нельзя просто взять, да и продавать западным корпорациям. Украинский народ в своем большинстве, конечно, против заграничных персонажей на должностях в ключевых корпорациях украинских. И, конечно, народ против различных реформ, которые уничтожают нашу медицину, образование, науку и так далее. Которые 8 лет очень активно включались. Также украинский народ категорически против различных западных фирм и корпораций, которые просто скупают абсолютно весь украинский бизнес. Потому что у них больше денег и они могут получить кредиты под меньший процент, нежели в Украине. И это также процесс явно не устраивает украинский народ. Я уже, конечно, молчу за такие все явные параметры, как языковая дискриминация русского языка, блокирование в школах преподавания русского языка, штрафы за использование русского языка в сфере обслуживания и в госсекторе. Ну а почитание нацистских преступников это вообще за гранью понимания. Поэтому большинство украинского народа никогда не будет вместе с Зеленским. Также анализируя ситуацию, например, в Донецкой и Луганской республике, можем сделать логический вывод, что там на топ должностя попадают уже кадровые специалисты с Россией. И это говорит о том, что Российская Федерация все-таки делает от себя все необходимое для того, чтобы максимально быстро территорию Донецкой и Луганской республики интегрировать в Российскую Федерацию. И, конечно, поднять там уровень жизни и обеспечить население рабочими местами. За образование и науку теперь будет отвечать Ольга Калударова, чиновник Минпросвещения РФ. До этого она занимала должность зам. директора Департамента госполитики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха. Руководить Минздравом ДНР будет Дмитрий Гарцев. До этого он работал зам. министра здравоохранения Сахалинской области. За уголь и энергетику Андрей Чертков. Он был зам. министра энергетики ЖКХ Нижегородской области. За доходы и сборы будет отвечать Дмитрий Шмелев. Эти все процессы явно не устраивают ни западные страны, ни Зеленского. Поэтому от вооруженных сил Украины требуют срочных решений. Эти срочные решения выливаются в удары, например, по Белгороду. Ведь с военной точки зрения обстрел жилых кварталов точкой О это абсолютно бессмысленная история. А на вот этой при этом примере мы видим, как вооруженные силы Украины конкретно этим и занимаются. И если, например, удары по Мелитополю вооруженные силы Украины проводили чисто хотя бы с какой-то военной точки зрения, потому что вроде как попали в нефтехранилище, то атаки на Белгород каким-то образом военной логикой объяснить просто невозможно. Но тем не менее, пока идут боевые действия, в Украине продолжается просто массовая распродажа украинской земли. Потому что военные действия и такие вот серьезные, это как раз вот то, что нужно для того, чтобы украинскую землю массово скупать оптом и в розницу. Но понимая риски, заграничные компании начинают заключать долгосрочные договора аренды с правом выкупа. Для того, чтобы все-таки, если Российская Федерация дойдет до Львова, все-таки, чтобы не попасть в слишком сильные минуса. И рассчитывают они, конечно, на быструю прибыль. Но это при условии того, что их урожай какие-нибудь местные рейдеры не отрейдерят, когда нужно будет его собирать. Тем не менее, сделки по продаже украинской земли за границу, мы видим, что они идут полным ходом и нету никаких ограничений там на время военного положения. Вот видите как, оказывается, выезд мужчинам от 18 до 60, вот эти ограничения есть, а ограничений на продажу украинской земли во время военного положения нет. Тем временем проходят тревожные звоночки с Беларуси, потому что Лукашенко уже заявил о том, что силам ПВО Беларуси приходилось уже сбивать несколько украинских ракет, которые атаковали белорусские НПЗ. Так что, если там ситуация будет и дальше развиваться, то мы очень скоро увидим бои белорусской армии в Волынской области, а там и до Львова недалеко, чтобы полностью отрезать Украину от Евросоюза. Но тем временем в Евросоюзе продолжается такая же деградация, как и в Украине, потому что там уже вовсю запрещают русскую культуру и уже даже в Германии идут эти дискуссии. Если вы думаете, что только в Украине просто шизофрения у местных националистов и не запрещают все, что связано с Российской Федерацией, вплоть до Пушкина и Чехова, то вот конкретно и уже в Германии, и в других странах идет уже по полной вся эта история. И вот даже министру культуры ФРГ приходится оправдываться за то, что они продолжают проводить концерты там, где звучит русская классическая музыка и так далее. Так что можно сделать логический вывод, что корни русофобии, они не в Украине, они, знаете, где-то там далеко на западе, и эти корни настолько сурово проросли за вот эти 30 лет, что можно сделать уже логические выводы о реальных причинах того, что сейчас происходит на нашей земле. На этом, друзья, у меня все. Выводы делайте сами и не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, потому что там можно всегда значительно больше, чем на ютубе. До скорого!